Это не кружок умелые ручки. Выпускники начальной школы борются за чистоту планеты. Для таких нарядов нужна фантазия и что-то очень ненужное. В ход идут и пластик, скрепки, скотч и терпение. Придумывают дети и как уже заведено воплощают родители. Трудно было делать пакетов. Это все и с утюгом склеивать, и строчить, и потом корсеты вывязывать. Ушло на это у нас дня три. На вязание юбки, всего. В итоге мы собрали полный комплект и корсет, и юбку. Этот трудоемкий, но экологически чистый процесс давно признали во всем мире. Модели в платьях из пакетов от кутюр щеголяют на мировых подиумах. Пластик – новая глава в эко-моде. Отказавшись от меха, ангоры и натуральной кожи, дизайнеры идут дальше в деле спасения нашей планеты. В ход идет мусор. Одинцовские школьницы не исключение решили себя попробовать в роли моделей и дизайнеров. Я планировала сделать шорты и кофточку. Класс, в котором учатся молодые экодизайнеры, целый год работал над проектом «Нужные подделки из ненужных материалов». Куратор проекта и классный руководитель Вера Малыгина с детьми занимает активную экологическую позицию. Идея создания проекта пришла на уроках окружающего мира и технологии. Теперь в ее доме очень много нужных вещей из совсем ненужных материалов. Важно сейчас заложить в них вот эту экологическую культуру. И тогда, может быть, в будущем будет меньше мусорных свалок у нас. Кухонная утварь – картина из дисков, платья и вазы. А вот коробка из подобовой пакеты и кусочки старой ткани. Набор, на первый взгляд, ненужных вещей превратился в лежанку для кота. Я думаю, у нас есть кот, ну, а где он спит? Он спит на кроватях. А мама потом говорит, нам нужна лежанка. Как-то так это все произошло. Вот так это и происходит. С любовью к природе дети мастерят, развивают свою экологическую культуру. К этому процессу подключают и родителей. Такой круговорот, чтобы наше Подмосковье было чище, надо начинать с себя. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.